Рабочая неделя в администрации нашего муниципалитета началась с расширенного планерного совещания при главе Славянского района. В повестке дня этого важного мероприятия были серьезные вопросы. В работе планерного совещания приняли участие руководители структурных подразделений администрации, специалисты муниципальных служб и ведомств, главы поселений. Начальник отдела инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом Славянского района Лина Гильгенберг рассказала о том, как идет инвестиционное развитие муниципалитета. По итогам 2020 года объем инвестиций составил 8 миллиардов 962,5 миллиона рублей. За последние пять лет реализовано 20 крупных инвестиционных проектов. Каждая из них свыше 100 миллионов рублей на общую сумму 13 миллиардов 873 миллиона рублей. В 2021 году реализованы следующие крупные инвестиционные проекты. Это ЖК «Азион» инвестор Пугачев Владимир Федорович. Общая площадь из строя 14 тысяч метров квадратных. Общая объем инвестиций 400 миллионов рублей. АО «Сургенган» строительства логистического центра. Объем инвестиций составил 3,9 миллиарда рублей. До конца года планируется создать 143 новых рабочих мест. Шикаго-Банская крепость. По итогам 9 месяцев 2021 года объем инвестиций составил 6,952 миллиона рублей. Или 122% к аналогичному периоду прошлого года. В настоящее время на активной стадии реализации находятся 8 крупных инвестиционных проектов. С общим объемом инвестиций 68 миллиардов рублей. Есть хорошие планы на ближайшее будущее. Для создания благоприятного инвестиционного климата делается все возможное. Это функционирует инвестиционный портал. Организовано сопровождение инвестиционных проектов. Сформирована актуальная база инвестиционных предложений районов, включающая 31 инвестиционных привлекательных земельных участков, площадью превышающую 115 гектар. На постоянной основе проводятся встречи с инвесторами. Ежеводно администрация муниципального образования Славянский район принимает участие в российском инвестиционном форуме. Глава Славянского района Роман Сенеговский отметил, что работа по привлечению инвестиций очень важна и нужно сделать все необходимое, чтобы она давала положительные результаты. В своем выступлении заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в нашем муниципалитете. К сожалению, эта болезнь сейчас более чем актуальна, о чем свидетельствует немалое число заболевающих славянцев. Ситуация напряженная и очень неспокойная. Поэтому в данном случае были включены определенный ряд ограничений, определенная система контроля, в том числе за самоизолированными на территории нашего района. В настоящее время действует ряд ограничений. Для формирования коллективного иммунитета нужно выполнить то, что намечено по вакцинации населения. У нас прибито 45 459 человек, это 56,75% от плана. Преследник район 64,6%. Вакцины выделено у нас более 62 тысяч. Доз ее вполне достаточно, чтобы темпы вакцинации нам можно было держать на уровне до 1000 человек в сутки. Для того, чтобы приблизить, скажем, возможность вакцинации, в районе у нас создано и действует 15 стационарных пунктов вакцинации, а в решении стационарных, то есть те, которые открыты у нас постоянно, то есть в период режима работы лечебно-профилактических учреждений. Четыре у нас в городе, в двух полиплиниках, плюс фабно-школьный один, и один выездной пункт вакцинации, который у нас работает в субботу-воскресенье на входе в центральный рынок. В станице Анастасиевской действует пункт, в Петровской, в Черноевсковской, в Кожевском, Маевском, Сапозном, Голицын, Забойских, Танков, Голубая Нива, Ворониковск. Можно также привиться по записи во всех фельдшерско-акушерских пунктах и офисах врача общей практики, где есть медицинские работники. Глава Славянского района призвал активизировать эту нелегкую, но очень нужную работу, поскольку она в интересах самих жителей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».